Здравствуйте, меня зовут Алексей Борисов, я врач-невролог. Работаю я в факультетских клиниках Иркутского государственного медицинского университета. Мой канал посвящен различным аспектам неврологии. И в данном видео я хочу вам рассказать о такой немаловажной вещи, как профилактика набора лишнего веса и оптимальное похудение. Как многим известно, лишний вес является достаточно серьезным фактором риска развития сосудистых заболеваний со стороны сердца, со стороны головного мозга. Также лишний вес является непосредственной лишней нагрузкой на суставы, на позвоночник. И, соответственно, в целом лишний вес, он лишний. Часто ко мне приходят пациенты, вес которых превышает 100 кг, иногда это и 130, и 140, и даже было как-то 160 кг. Я им говорю, вы осознаете о том, что у вас лишний вес? Они говорят, да, конечно, но я и так ем мало, я и так пытаюсь похудеть, ничего не получается. И, честно скажу, меня даже иногда немножечко раздражает такой момент, как я ем мало, или такой момент, что да я все равно не похудею, или мой вес согласно возрасту лишний. Это все отмазки и отмазки достаточно слабовольного человека. Но люди, которые говорят, я пытался сидеть на диетах, я пытался заниматься физической нагрузкой, у меня ничего не получилось, те, в принципе, могут быть и совершенно правдивыми, потому что не каждая диета, не каждая физическая нагрузка даст результат. Мне известен всего лишь один способ похудеть достаточно, и для этого я хочу вам рассказать немножечко об основном обмене. Основной обмен – это те процессы энергетические, которые происходят в организме человека в течение жизни, и происходят они постоянно. Мы ежесекундно тратим энергию на то, чтобы наше сердце билось, наши легкие дышали, кровь отдавала полезные вещества клеткам и забирала ненужные, печени, почки, фильтровали все эти вещества. И тратим мы на это достаточно много энергии, и, собственно, эта энергия не зависит ни от каких наших действий, мы можем даже банально лежать и спать, а энергия тратится. Уровень основного обмена у здорового человека равен примерно 1 ккал на 1 кг тела за час. То есть, если упростить, человек массой 100 кг за сутки потратит 2400 ккал. Понятно, что у людей пожилого возраста, то есть старше 65 лет, у людей, страдающих метаболическими нарушениями, сахарным диабетом, проблемы с щитовидной железой, у людей, имеющие наследственную предрасположенность, как зачастую говорят, у меня по родове все толстые. У таких лиц уровень основного обмена обычно более экономичный, он снижен и может достигать, в принципе, меньших значений, чем 1 ккал на 1 кг тела, да и банально даже. Мышечная ткань у нас сжигает больше энергии, чем жировая. Но мы все-таки не растение, мы не фотосинтезируем, мы не берем энергию от солнца, и мы ее все равно тратим. Пускай это будет и меньше, чем 1 ккал. Минимально человек может тратить, на мой взгляд, где-то полкилокалории на килограмм тела, и для человека 100 кг массы мы получим 1200. При этом важно знать, что каждый прием пищи усиливает основной обмен, потому что пищеварение – это энергозатратный процесс, и он сложный. При этом углеводы усиливают основной обмен незначительно, жиры – средние, а белки – максимально, и примерно на 15%. И где-то длится этот эффект от 1 до 2 часов. То есть, по сути, употребляя пищу, мы таким образом худеем, усиливая свой основной обмен. И вот, исходя из этих данных, можно уже приступать к моему способу похудеть. А способ, он банальный и прост. Не нужно следовать каким-то строжайшим диетам. Есть только яблоки, есть только гречневую крупу, есть только один творог, например. Можно банально подсчитывать килокалории. Для начала надо рассчитать примерный уровень своего энергопотребления по схеме, который я сказал выше, то есть умножить свой вес. Ну и чтобы себя не жалеть, умножить на полкилокалории, на килограмм тела в час. Получить суточные энергозатраты. Можно прибавить 100-200 килокалорий в зависимости от активности. То есть, если физически вы активный человек, можно добавить и 200, даже 300 килокалорий к этой полученной цифре. Если вы физически не активный человек, лучше ничего не прибавлять. А потом подсчитывать еду. При этом в еде придерживаться таких правил, как частое питание, но питание понемногу, небольшими порциями. Потому что, как я уже говорил выше, каждый прием пищи вызывает усиление основного обмена. При этом важно уделять внимание и белковой пище, и при этом при каждом приеме пищи, хотя бы немножечко белковой пище добавлять, чтобы уровень основного обмена поднимался максимально. Ну и таким образом, если вы питаетесь 5-6 раз в сутки, или даже 7-8 раз в сутки понемногу, ваш уровень потребления пищи и калорий не превышает той цифры, которую я озвучил ранее, полкилокалорий на килограмм тела в час, вы будете обязательно худеть. Этот способ, если честно, таит один маленький нюанс, про который почему-то все забывают, хотя он лежит на поверхности. Вот пришел ко мне человек 120 кг масла, сел на такую диету, а потом он пришел где-то через 3 месяца и сказал, что он вначале худел, а потом почему-то перестал, моя система, видимо, стала неэффективной. Но при этом надо же помнить, что если вы раньше были 120 кг на стадии, например, 100 кг, то его уровень вашего основного огнена, соответственно, уменьшился. То есть надо регулярно перечитывать его в зависимости от массы тела. Хотя это, конечно, не говорит, что надо набрать массу тела, чтобы похудеть побыстрее. Ну и надо сказать, что к плюсам данного способа я отношу такой фактор, что вес обычно не возвращается, как это бывает при экстремальных диетах, когда за неделю человек худеет на 10-15 кг, а потом легко набирает эти килограммы обратно. Также плюсом является то, что снижение веса постепенно и для организма это хорошо, но это же одновременно является минусом. То есть похудение быстрее, чем на 1-2 кг в месяц вы не получите. Но в принципе быстрее не нужно. За год таким образом можно снизить и на 20-25 кг свою массу тела, и даже больше, если постараться. Поэтому важно этим заниматься, потому что это является профилактикой многих и многих патологических состояний. И отнякиваться от этого вопроса, ссылаться на то, что у вас не получается, мне кажется, неправильно, потому что все-таки это ваше здоровье, и это нужно только вам. А собой надо заниматься, и вот советую попробовать мой способ уходить.